Сегодня же в Москве открывается седьмой пасхальный фестиваль, одной из программ, которой станет «Звонильная неделя». Сейчас в Коломенском находится наш корреспондент Николай Старобахин. Так Николай, уже готовы звонить колокола в Коломенском? Колокола не только готовы, но и звонят, наверное, вы сейчас это уже слышите. Действительно, пасхальная неделя, звонильная неделя в рамках Московского пасхального фестиваля уже началась, но ее официальное открытие будет через час в Храме Христа Спасителя. Но здесь, в Коломенском, свои колокольные звоны, и эти колокольные звони не менее торжественны, чем в центре столицы. Вообще, бригада звонарей приходит сюда каждую неделю, но сегодня, в честь Пасхи, их программа особенно торжественная. И, как нам сказали сами звонари, более того, сюда приходит много людей, традиционно приходит много людей. Вы знаете, пожалуй, каждый, кто приходит сюда, вот сегодня хотя бы на несколько минут останавливается здесь, перед этой звонницей, и смотрит, слушает эту колокольную музыку, этот колокольный звон. Более того, нужно сказать, что многие проводят здесь не несколько минут, а целые часы проводят здесь люди. И, как нам говорят сами звонари, они звонят до тех пор, пока их не отпустит публика. А это иногда продолжается до темна. Причем программа звонарей, она всегда разная, это всегда импровизация, они сами не знают, они сами иногда не знают, чем это все закончится и к чему это все приведет. Но что очень важно для них, чтобы была публика, чтобы она слушала, и во многом от этого зависит именно то, какая получится музыка. Но музыка зависит не только от этого. Послушаем, что говорят нам звонари. Это зависит от вашего настроения, от вашего состояния, от того, как вы слышите других. Здесь очень много составляющих. Поэтому, ну, в целом, это конечный результат, он говорит о том, что у вас в душе. Это музыка. Она, как и облака, они не могут идти с троем, быть квадратными, там, треугольными. Они такие, как и родились. Мы сейчас продолжаем из Коломенского. Здесь нужно отметить, что вот Александр Жихаров, который вы только что видели, он не только звонарь, но и композитор. Более того, он автор и изобретатель вот этих вот уникальных плоских колоколов. Они называются билы. И это действительно уникальные инструменты, потому что этот человек придумал и запатентовал 18 лет назад. И они звучат почти точно так же, как и настоящие колокола. Но и вот сейчас Александр Жихарев должен спуститься к нам. И мы все-таки сможем у него спросить, в чем же отличие этих колоколов и действительно ли они настолько уникальны. Пока я скажу, что эти колокола, они интересны еще и тем, что при ударе в одну пластину, в любую бронзовую пластину, он состоит из бронзовых пластин, раздается не один звук, не одна нота, а сразу четыре. И это помогает создавать особое такое приятное созвучие. Именно благодаря этому и благодаря тому, что колокола подобраны и настроены особым образом, в них можно бить фактически любым способом. И будет в любом случае получаться красивая праздничная, торжественная музыка. Ну и вот сейчас Александр Жихарев все-таки спустится к нам. Но я пока скажу, что вот как нам сказали люди, которые здесь работают, что эта музыка, музыка колокольного звона, она не только интересна, но она имеет еще и лечебный эффект. Ну а поскольку позвонить сюда может, позвонить в эти колокола может практически любой, пусть сейчас давайте попробуем это сделать и выясним, действительно ли получится по-настоящему праздничная и красивая музыка. Давайте попробуем. Да, да, слушай, вы хотите ударить? Да. Ну вот вы слышите, что получается. Я хочу уверить, что когда звонят профессиональные мастера, все-таки музыка получается намного-намного красивее. Оксана. Да, спасибо, Николай. Я думаю, лучше отдать дело в руки профессионалов. Спасибо.